Приветствую вас. Я вот, честно говоря, не знаю, как вам отвечать на вопрос, потому что я боюсь, что он вопрос, то бишь, поставлен очень некорректно, вот, неправильно, и, ну, как и любой неправильный вопрос, да, он предполагает наличие неправильного ответа, к сожалению. Вы пишете замужем почти два года. Муж подал на развод во второй раз, первый раз сам так не права, конечно же, по велению свекровной. То есть вот здесь уже начинается. Вы пишете замужем два года. За два года мужчина второй раз уже подает на развод. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у вас есть проблемы. И проблемы у вас достаточно серьезные. Ну, очевидно, раз, мужчина подает на развод уже второй раз. Вот. То есть серьезные проблемы у вас в отношениях. Серьезные проблемы. Какие серьезные проблемы в отношениях за два года? Ну, нужно разбираться. Нужно разбираться. Какие серьезные проблемы в отношениях могут быть за два года? Допустим. Вот. Это такая история. Ну, это вот такой момент. Вот. Дальше. Дальше. Значит, вы пишете, что он подает. Вот. На развод. На развод уже второй раз. Из-за чего подавал первый раз? Вот. То есть из-за чего, по какой причине, да, он подавал на развод первый раз? Что он хотел? Что ему не нравилось? Что он подавал на развод? Что его, там, я не знаю, не устраивало. Что он подавал на развод? Что он подавал на развод? Первый раз? Вот. То есть это очень важный момент. Вы говорите, что, значит, это вот типа из-за мамы, да, что это вот из-за мамы, что мама, это вот мама, это вот мама, это вот из-за нее такая история произошла. Что она его, там, подговорила. У меня к вам возникает вопрос. Да. Если, если это мама его подговорила, то как вы сами относитесь к тому, что он слушает свою маму? То есть, ну, вам же неприятно, наверное, что такая история, такая ситуация, что ваш мужчина не самостоятельный. Так как же вы его приняли тогда, своего мужчину? Дальше. Что вас связывает с мужем? Что вас объединяет? Что общего? Дальше. Дальше. Хочет помириться. Говорит, любит. Так. Ну, вот. Смотрите. Здесь, на мой взгляд, история такая, что просто так взять и помириться не получится. То есть, обязательно нужны какие-то условия. Обязательно нужны какие-то решения. Вот. Что-то вот. Ну, не так вот просто. А именно какие-то решения. Ну, не знаю. А решений. Така у вас никаких. Я вот не вижу. К сожалению. А без решений примирение это просто фикция. На мой взгляд. Говорит, любит, но его мать не хочет сохранить наш брак. А причем есть его мать и какое она вообще отношение имеет к вашему браку? Потому что браку не мать и она не мать, а ваша и она как бы ну, она не должна хотеть сохранить брак. Ну, вот. То есть, то есть, вот. Понимаете, да? Какая история. Вот, в принципе, значит. Такая вот история. Вот. То есть, здесь вы... м на мой взгляд ну как то вот очень для ответа подходит к вопросу такая вот история ответственность за сохранение брака на вас не на мыши так он дал задний ход сказал что от меня развод не будет жаль что сам ничего не решает ну да конечно жаль я вас хорошо понимаю действительно жаль но ваш муж он всегда такой был если я правильно понимаю он всегда так вот то что вам жаль сейчас опять же говорит к сожалению только о том что вы его с таким как он есть вот не принимает скорее всего так значит муж у меня младший вот почему муж у меня это знаете родительская родительская позиция как будто мучил меня не у вас он как бы он он просто не у вас понимает он понимает ну вот что я снул согласитесь согласитесь это странно если вы не вы родитель то вот не воспринимает вас всерьез и как бы знает что что вы что странно вернется к вам сможет вернуться к вам вот отчасти это вот все из-за из-за этого отчасти из-за такой истории дальше так ээээ значит мать его родила 40 лет сейчас есть 80-30 после крови очень хорошо общались для того что мы еще любили ссорую руку на самом деле на самом деле вы это знали но опять же согласились и приняли его таким вот к этому оно начало ко мне не очень хорошо относиться да вы то о чем думали когда ссорились знаю что мужчина все выносит как бы а ну ссорились бы или вы ждали чего то другого а есть ребенок разводится жалко что значит жалко семья это что сдоряжение какого то что для вас значит семья ссора 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 и ссор и ссор 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 и ссор и ссор и ссор и ссор и ссор то есть вы не не отпустили эту ситуацию не оставили ее Ну, значит, вам нужно проработать это, вот это дело, прежде чем адекватно высказывать и выращать свою позицию, наверное, нужно перед этим сначала для себя все определить, а у вас этого я явно нет. Даже когда была в хорошем настроении, предупреждала, чтобы не обещался на меня, что вряд ли снова как раньше нужно время, просила подождать. А ничего, что как бы у вас в семье явно какие-то проблемы, если он любовница, значит, вот эти проблемы нужно решать, а не говорить об обидах и доверии. Ничего, что для доверия необходимо доверять себе, опросить подождать, на сколько подождать, сколько это может длиться. Он говорит, что будет добиваться этого, ты ему дорогая, т.д. Хорошо, и как он это делал, добивался. Есть у него плохая привычка, из любой мелочной ссоры собирать вещи и уходить к родственникам. Но, опять же, вы знаете, человек, если он так, он не изменится, скорее всего, пока сам не признает проблему. Соответственно, либо принимается его, либо нет. Можно гармонизировать отношения путем корректирования вашего поведения, простимулировать мужа, чтобы он изменил свое поведение. Для этого нужно более подробная консультация. Видит эгоистичность со стороны его матери, решает о нас, тем более, когда есть маленький ребенок. А вы ни в корень проблем вы смотрите, и корень проблемы не в матери, а в мужа. Муж делает выбор в пользу того, чтобы, ну, чтобы позволять своей маме, да, принимать какие-то решения. И причем без мать? Она просто делает то, что ей позволяет, она так привыкла. А вот почему вы сейчас это делаете, это большой вопрос. То есть вы изначально вот немножечко, ну, не в ту сторону смотрите, и не туда, не в том направлении вы мыслите. Вот. А так, ну, мать. Понимаете, маму его можно сколько угодно обвинять, да, но толку-то. Какой толку от этого? Ну, скорее всего, никакого, понимаете. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос, обращайтесь за личной консультацией. Вот, можно с мужем, но для этого нужно его желание. Буду рад вам помочь все разобрать, рассмотреть и подобрать стратегию поведения. Если у вас остались вопросы, пишите. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.